Моя лучшая работа. Два месяца строительства. Мой новый хардест. Встречайте. Твайлот. Ну а теперь попробуем убрать немного пафоса и вернёмся в реальный мир. Итак, люди, которым не нравится Твайлот, не пишите об этом под этим роликом. Я это понял, я ваше мнение услышал, окей? Ну а людям, которые вам нравятся, я говорю, Энер от Сан Дэнс и добро пожаловать в мой лучший ролик за мои 8 лет на Ютубе. Советуем вам заварить бочку чая, потому что этот ролик будет очень длинным. Отойдя от нереально эпичного начала, предлагаю посмотреть на уровень более объективно. После чего мы перейдём к его детальной истории строительства под его таймлапс. Сразу скажу, нурень ушло 2 месяца и примерно 146 часов, учитывая все мои отвлекания. А чистого времени ушло примерно 135 часов. Это 5,6 суток работы без остановки, если кому интересно. В уровне 72 тысячи объектов, и это максимальная экономия меньше уже не сделать. ЛДМ очень сильный, он срезает сразу 20 тысяч объектов. Я сделал такой ЛДМ специально, чтобы как можно меньше людей играли на ультра-ЛДМ версиях. Геймплей хороший, но только с визуальной точки зрения, потому что когда я его создавал, я делал акцент на то, чтобы он красиво выглядел, был динамичным и без неприятных моментов, но все-таки, как утверждают игроки, он канцерный. Изначально геймплей представлялся харддемон, после чего я его бафнул до среднего инсейна. Ну, в смысле инсейн демона. Я думаю, вы знаете, что пасхалки в уровнях в этой игре это огромная редкость, и уровни, имеющих пасхалки, лишь десятки, наверное. Поэтому я решил добавить в файл сразу не одну, не три, а пять пасхалок. И причем не типа каких-то надписей, а самых разнообразных, самых интересных и самых качественных пасхалок. Показывать и рассказывать я их не буду, найдете сами. Касательно минусов уровня, я подмечу плохой блок-дизайн на дропах, особенно сильно это контрастирует с блок-дизайном в первом и четвертом парте. Объясняю для тупых, уровень стилистики простого глоба, считайте полу-генерика. Не надо здесь ожидать блок-дизайн из седулуса или какой-нибудь кор, блядь. Также с одной стороны минус, а с другой стороны плюс, это оригинальные структуры. Оригинальность их заключается в их форме, как бы это понятное дело, это же структуры. И они не просто четырехугольные, а с кучами слоупов. Из-за этого они выглядят гораздо интереснее и оригинальные, но с другой стороны из-за этого уровень структуры гораздо дольше, потому что это очень сложно было декорировать, а также из-за этого можно было видеть неприятные моменты на геймплеях. Тематикой уровня я выбрал не и так редкую тематику леса, а еще более редкую тематику, которую в ГД вообще я ни капельки не видел, тематику сумрачного леса. Вообще сумрачномагического, но я почему-то всегда говорю просто сумрачный лес. Заткнись, блядь. Почему я наверх смотрю? Я на последнем тоже живу. Теперь перейдем к строительству, моим мыслям, настигнувши меня во время строительства, и проблемам, с которыми я встречался во время строительства. Ебать-то автологии. Первый парт. Блок-дизайн. Начав создавать блок-дизайн, я опирался на блоки из вазурета, потому что они в том же самом полу-генерик стиле, но при этом красивые. Своим людям всегда говорю, что если не получается придумать свой блок-дизайн, то просто попробую его скопировать с какого-то другого уровня. Ведь скопировать идентично у тебя не получится, и в итоге ты сделаешь что-то свое. Хотя в моем случае я просто вдохновлялся, и не более. Как я уже ранее говорил, структуры сложно декорировать из-за того, что в них много слоупов, и это непростые четырехугольники. Из-за этого мои расчеты касательно того, когда я закончу делать тюрень, можно было просто послать. Кстати, создание 3D на таких структурах, как в Twilight, это был просто ад. Подслопы, чтобы было все под один нужный градус с определенной стороны, в общем, это был пиздец. Если бы у меня были четырехугольные структуры, то я бы 3D сделал в раз 7 быстрее. После создания основ блоков и 3D, я приступил к дополнительной детализации блоков. Вдохновения вазурета не хватало, ведь я делал разный блок-дизайн, даже просто в одном первом парте, и из-за этого пришлось очень много думать. Как вы видите по таймлапсу, над некоторыми блоками я очень долго парился. После всего этого оставалось сделать лишь красивую общую цветокоррекцию блоков, которая заключалась в glow-объектах. Вообще, это мой первый полноценный уровень, в котором я использовал блендинг, потому что во время создания моего предыдущего уровня Hope, я еще не знал о существовании этой функции. Вернее, знал, но думал, что она просто делает прозрачность на 50. В общем, в файлайте блендинг я опихал просто направо и налево. Да хули там скромничать и вверх, и вниз, блять. Но у блендинга есть один огромный минус, который мне ебал мозги во время создания всего уровня. Это то, что если ты используешь объект с цветом, у которого включена функция блендинга, то его слой можно послать. То есть его слой как объекта в уровне просто меняется, и причем непонятно как, на какие-то объекты он наслаивается, на какие-то нет, и в итоге приходится менять слои всех объектов. После того, как я сделал освещение внутри блоков, я накинул легкого освещения у блоков снаружи. Его не видно, но при этом, если я его уберу, то 3D будет выглядеть гораздо сырее. Тут я делаю легкую подсветку грандом, чтобы их было лучше видно и выглядело так красивее, но хотя все равно позже я ее превращу в легкое затемнение. Пилы. Я изначально не хотел декорировать пилы по-обычному, просто засунув в них какую-то крутящуюся херню. Все-таки в этом уровне я выложился почти на максимум, и изначально планировал сделать все так хорошо, как смогу. Поэтому я начал пробовать декорировать пилы, и ключевое слово здесь пробовать. В общем, как вы видите, пока что получалось не очень, поэтому я это дело отложил на потом. Во время создания уровня я регулярно, с приходом новых идей, пополнял список того, что мне надо будет улучшить или добавить уровни. Чтобы после того, как я закончил строительство всех 5 партов, я залез в этот список и поднял бы уровень на голову. Спойлер, я поднял уровень на 3 головы. Без этого списка уровень был бы в разы сырее. Объекты геймплея. Тут я пока просто накидываю в лоу на порталы орба. Понимая, что это не серьезно, я добавляю их в список улучшений. Будем называть вот так. Кстати, на таймлапсе строительства будет не всегда происходить то, о чем я рассказываю, потому что иногда я возвращался к каким-то мелочам и параллельно что-то делал, переделывал. В общем, то, о чем не стоит рассказывать. А то не уснете потом. Граунды. Тут я покрываю граунды разной растительностью. На видео все выглядит быстро, но на деле я каждый кустик под пикселем выравниваю. Потому что я ебучий перфекционист. У меня будет паника, если рядом будут стоять где-то два одинаковых кустика. Деревья на переднем плане. Теперь перейдем к тому, что напомнит нам о сумрочной лесной тематике. А также добавит объемов уровень. Я как не дизайнер, а скорее фотошопер с 8-летним стажем, знаю, как важно, когда у тебя есть объем в работе. Объема в уровнях в этой игре не хватает в частности. Обычно у людей передний план заканчивается на самом уровне, где блоки, эрдекор и так далее. За деревья я накинул легкий гло, который будет отделять их от заднего плана и слегка подсвечивать. Также я сделал деревьям медленные мувы по горизонтали, которые будут создавать легкий эффект параллакса. Задний фон. БГ. Тут я приступил к созданию заднего плана за счет деревьев и того же эффекта параллакса. Суть создания была таковой. Я делаю два слоя плотно поставленных между собой деревьев, создаю между ними эффект параллакса, что делает стандартный задний фон ГД почти невидимым. Мне надо было оставить буквально немного просветов между деревьев, чтобы в будущем пульсы фона ГД были заметны. Между слоями с деревьевами была создана опять же легкая дымка, разделяющая планы между друг другом. И также я забыл поменять, что на всех деревьях, что на переднем плане, что на заднем, есть слабо видная простенькая текстура коры. Ну а теперь мы переходим к дополнительной растительности, а именно к траве на блоках. Про траву на блоках я рассказывать ничего не буду, потому что про неё нехуй рассказывать. Кастомные растения. Я приступил к созданию первого и пока что единственного кастомного растения. Что, как по мне, является очень важной частью уровня, ведь растения, которых нет в ГД, особенно бустят атмосферу уровня. Передо мной стояла, казалось бы, несложная задача сделать эти растения в как можно меньше объектов. Но во время создания первого и пока что единственного кастомного растения, я понял, что это не так уж и легко сделать. Расставляя этот кастомный кустик по уровню, я старался ставить его на светлые и недетализированные места, чтобы его было как можно лучше видно. Бабочка. Один из главнейших атрибутов уровня, который встречает нас сразу же в первом парте. После долгих поисков нужной мне картинки в гугле, я нашёл видос на ютубе, где чел моделировал 3D бабочку и взял оттуда несколько скриншотов её анимации. Рисовать бабочку я пытался, естественно, максимально экономить объекты. Срисовать бабочку грамотно в трёх кадрах оказалось в разы сложнее, чем я думал. И каждый из трёх кадров я перерисовывал по несколько раз. После несколькочасового урока рисования в ГД я отразил каждый кадр по вертикали и раскрасил бабочку. После я приступил к её свечению и созданию анимации её полёта. К слову, просто анимацию порхания бабочки, состоящую из шести кадров, я сделал как-то коряво, и мне пришлось её переделывать. Около двух часов я потратил на создание её плавного полёта, ведь это надо сделать реалистично. Заболи, ебало. Сработало. Я потратил около двух часов на создание анимации её полёта по уровню, потому что это надо сделать реалистично, плавно, красивенько. И сделать это кажется гораздо легче, чем это на самом деле есть. Бабочка должна была лететь вокруг игрока, ускоряясь его, обгоняясь, замедляясь, вылетая вверх-вниз, вылетая с разных сторон кадра. Короче, было много всякого интересного и разнообразного с ней. На создание бабочки, анимации её порхания и её полёта по уровню я в целом потратил восемь с половиной часов. Пульс. Закончив с бабочкой, я приступил к созданию пульсов заднего фона ГД. Пульсы блоков лично для меня это всегда вечно не идеально, какая-то непонятная, вечно очень лёгкая, но долгое в создании тема. Больше мне нечего сказать. Не люблю. Также я дрочился с анимацией полёта бабочки дальше, параллельно задекорив полублоки. А тут я хер знает, что делал. Ну а дальше я приступил к платному высветлению всего уровня перед дропом, когда идёт ускорение. Второй парт. Блок дизайн. Первый дроп, первый взрыв и второй из пяти партов уровня. Во втором парте я хотел сделать блок дизайн отличительный от первого парта, но при этом такой же по качеству, поэтому я начал эксперименты. Гринджа, ну. В итоге, вспомнив, что уровень в полу-генерик стиле, я решил не заморачиваться и сделать очень простой блок-дизайн, который вы можете сейчас наблюдать в дропе. В дропах. Их два, и они одинаковые. Дополнительной детализации вообще почти не видно, поэтому блоки во втором парте выглядят вообще как чистый генерик. Добавим 3D, а то без него вообще грустно выглядит. Теперь плавно переходим к самому болезненному, слоям. Ну тут я как бы тупо убиваю больше часа на корректировку слоев у блоков, их окантовок и их 3D. Ну а тут я работаю над глобом, который... Да заебали, блядь. Кто на ракету нахуй строит? Сука, 8 лет, блядь, ты стучишь. Ебаный Илон Маск. Ну а тут я приступаю к глобу, который как бы сильнее всего преображает уровень, но также может его испортить, потому что глоб при мельчайших сдвигах сразу это выделяет десятикратно. Самый противный объект в этой игре. Параллельно я также сделал затемнение граундов и по-всякому пробовал дополнительно задекорить блоки, что иногда удавалось. Пила. Ну тут как бы дичьево рассказывать, просто-просто катекорить пилы глобом и другими красящимися штучками, а также бедея скорое исключение всего этого дела. Вот, как-то так. Надпись и преддроп. Это как бы не совсем второй парт, но и не первый, так что расскажу об этом сейчас. Найдя уровень с кучей заранее сделанных шрифтов, я выбрал нужный мне и сразу же там на месте, собрав из него надпись Twilight, перенёс эту надпись ко мне в уровень. Кстати, как раз таки выбирая шрифт, я и придумал название уровня Twilight. Мне нужно было выбрать слово, которое хорошо передавало тематику уровня и было в меру по длине букв. Когда я вставил надпись к себе в уровень, я сделал ей плавную анимацию распада букв. Также я забыл сказать, что надпись была чёрного цвета и дабы слегка разбавить её сырость, я накинул на неё чёрного глоба, но буквально еле видимого. Кастомные растения и трава на блоках. Повторяем всю ту же схему, делаем всё больше кастомных растений и расставляем их по уровню. Кстати, гриб в нужном растении... Бошку себе, блять, просверли, а? Кстати, гриб в нужном размере, учитывая экономию объектов, забрал немало времени. Теперь расставляем его по уровню, подгоняя по слоям все его детали. После чего переходим к расстановке всё той же травы на блоках. В ускоренном виде можно заметить, как такая мелкая растительность преображает уровень в целом и делает его более живым. Air Decor Вообще я не люблю просто парящие ни к чему не привязанные объекты, но тут я решил это попробовать и это очень даже неплохо смотрелось. Кружки и стрелочки хорошо заполняли пустое воздушное пространство, делая уровень сочнее. Объекты геймплея Немного подвинув неровно стоящие порталы, я накинул на все объекты геймплея лёгкого глоуа. А также не забываем добавить объекты геймплея в список улучшений, потому что на этот момент я не знал, как их задекорить. Не забывайте, что после создания уровня мы воспользуемся этим списком и прокачаем левел. Также не забуду подметить, что деревья на заднем плане... Заткнись, нахуй, заебал, блядь, записай, блядь, время идёт. Также забыл подметить, что так как дроп начинается с четвёртой скорости, деревья на заднем плане должны были двигаться так же самое быстрее, но при этом сохраняя свой эффект параллакса и двигаясь вместе с игроком вверх и вниз. Создавая геймплей, я специально слегка нарушал флоу, чтобы добавить больше динамики в уровень. Как вы видите, это у меня реально хорошо получилось, потому что дроп очень динамичный в плане геймплея. Хотя и не только в плане геймплея. Граунды. Тут я покрываю граунды растительностью, то есть травой, кустами и кастомными объектами. То же самое я уже делал в первом парте. И опять же мне надо, чтобы все травинки стояли идеально между друг другом и в правильном порядке, а это занимает много времени. Эффекты. Тут у нас что-то новенькое, эффектики. В первом парте у нас это тоже было, но это мы назвали лишь пульсами, потому что кроме пульсов у нас ничего не было. Тут у нас подъехали всякие лучики, распады света, пульсы и другое. К слову, над красотой лучиков я тоже достаточно попарился. Кстати, я вам не говорил одну интересную тему. Во время создания Twilight я распределял триггеры по отсекам вверху уровня, подписывая каждый отсек. Ведь так было гораздо легче ориентироваться среди триггеров и понимать, что к чему относится. Эту тему я придумал сам и теперь я ей отныне буду пользоваться постоянно. Правда на эту сортировку триггеров уходит тоже какое-то количество времени. Теперь мы приступили к самым долгим и мучительным эффектам, как для меня, пульсам. Потому что я не особо их умею делать и медлен настрою. Пульсы я делал цветов посветлее, понасыщеннее и черные. Возможно, не многие из вас замечали, но я люблю, когда уровень строго какого-то своего цвета, а не разноцветный. Поэтому в случае с Twilight у нас этот цвет синий, но я его здесь все-таки решил рискнуть и разбавить бирюзовым. Деревья на переднем плане. Тут рассказывать особо не о чем, я просто копировал деревья с первого парта, которых у меня всего два вида, потоньше и потолще, и расставлял их во втором парте. И, как всегда, я тратил много времени на то, чтобы все было идеально ровненько. Почему, сука, я так делаю? Возвращаясь к эффектам, я приступаю к легкой цветокоррекции с левой и правой стороны экрана. В конце концов, я превратил ту цветокоррекцию в просто яркое свечение с правой стороны экрана. И, кстати, чтобы это свечение красиво, реалистично светило и было поверх всех объектов, так как оно было под блендингом, я также сам потратил кучу времени. Не будем материться, блядь. Ну, а под конец зрительства второго парта я еще немного поработал над травой и перешел к следующему парту. Третий парт. Отныне дело пойдет быстрее, так как видео с началом строительства третьего парта я где-то посеял. И восстановить у меня его никак не получилось. С этого момента я достраивал парт на 24-часовом стриме в честь тысячи подписчиков. Блок дизайн. Тут я, как вы видите, уже продолжаю реализовать свою идею с простым кирпичным блок дизайном, но при этом интересным мерцанием поверх блоков. Мерцание заключалось в мелких квадратиках, которые по-разному будут между собой мерцать. При выходе твайла это я сделал мерцающие квадратики белыми, потому что даже белые мерцающие квадратики почти не передавали эффекту мерцания. После качания работы с мерцающим эффектом я приступил к проработке освещения в парте. Кстати, напомню, что третий парт это коронные дуалы. Самое интересное. Пожалуй, отнесём шипы к блок дизайнам и не будем создавать для них отдельную категорию. Шипы, в принципе, никто не знает, как декорить, поэтому я их просто вот так вот задекорировал. Теперь сделаем блоком 3D, с которым, на удивление, проблем не было. Трава на блоках. Тут я решил использовать тупо белую, непрозрачную, висящую траву. Там... и всё как бы. Пила. Тут я просто декорю пилы, и всё. Хотя нет, не всё. Тут каким-то образом я сделал нереально реалистичное и красивое освещение за счёт, опять же, блендинга, и это просто тогда взорвало мой мозг, как у меня это вообще так получилось. Короче, я просто тащусь с того, каким получилось освещение на пилах в дуалах. Так как я занимался всем этим делом на стриме, спустя 10-15 часов, когда я строил этот парт, я уже не мог нормально соображать и чувствовал себя ужасно. Так что строил я тут ещё медленнее, чем обычно. Поработав на углом шипов, я сделал свечение объектов геймплея и перешёл к кастомным растениям. Кастомные растения. Тут я сам выдумал растения и сделал палочки со светящимися на них шариками. Тут у нас три вариации таких растений, и они делают парту аллах более магическим, нежели остальные парты. Лучи света, пробивающиеся сверху, я назвал просветами. Эту фичу я нагло украл из тонатофобии. Просветы у меня пробивались как раз между граундами в таких пустых местах, и выглядело это, как по мне, шикарно. Парт у аллах на тот момент мне всё больше напоминал какой-то магический лесной храм, что добавляло разнообразие в уровень. Также на эти просветы я добавил чёрных листиков, которые плавно спускаются, паря в воздухе. Второй задний фон, второй бэкграунд. Старый задний фон у нас использовался уже в первых двух партах, и пора бы сменить пластинку. Так что тут по тому же принципу я нарисовал уже другие деревья, которые будут у нас во время третьего парта с дуалами и четвёртого. И всё это по тем же принципам с эффектом параллакса. Мимолетно так скажу, что я сделал пульсы блоков, не забываем про это, без этого никак. Тем более во время дропа. А также по традиции покрываем граунды дополнительной растительностью, травой, кустами и кастомными объектами. Air Decor. Мой хороший знакомый Флориш посоветовал добавить на дуалах стрелочки, дабы было понятнее, как куда надо правильно проходить. Я благополучно воспользовался этим советом, потому что стрелочки послушают не только указателем, но ещё и Air Decor. Эффекты. Снова, блин. Поработав над декором орбов, я продолжил работу над уже имеющимися эффектами. И сделал новый пульс поверх всего уровня, который я бы отнёс к лёгкому цветокору. В дальнейший час я просто корректировал уже имеющиеся блоки, Air Decor, дополнительные объекты и так далее. Четвёртый парт. Здесь особо рассказывать не о чем, потому что я просто повторял первый парт, ведь если бы я сделал пять самых разных партов, то это уже выглядело бы как коллаб, а не соло-левел и теряло бы свою стилистику и тематику. А так у нас три вариации партов, две из которых повторяются. И как по мне, это идеальная середина. Ведь тот же блок-дизайн переносить на большие структуры оказалось сложнее, так как блоки выглядели более пустыми. И снова, в отличие от первого парта, я оставил те же просветы, что и были в третьем парте, которые эффектно появляются в сопровождении вспышек, света и музыки. Также, в отличие от первого парта, тут у нас продолжается задний фон с третьего парта. Во время создания четвёртого парта я уделил много времени на сортировку триггеров, что я делал и ранее, но не в таком количестве. Также, в четвёртом парте я впервые использовал движущиеся частицы, и под словом «впервые» я имею в виду «впервые в жизни». Так как до Твайла, это мой последний полноценный уровень в ГД, был год назад, и тогда я не знал об их применении в ГД. Сделав ещё один новый элемент в уровне, а именно слегка криво-крусящийся луч в игроке, я сделал лучи, вылетающие света в правой части экрана и перешёл к созданию пятого парта. Насчёт пятого парта рассказывать особо не о чём, в отличие от дальнейшего. Ведь тут идёт второй дроп, который, за исключением геймплея, полностью повторяет первый. Единственным отличием от первого дропа являлись частицы с четвёртого парта и невидимая, обязательная для сбора монетка, дабы эксплоузить читеров. Кстати, Флориша идея, поэтому хейтить, если что, его, если она не рабочая. Список улучшений. После окончания, казалось бы, большей части работы, я перешёл к своему списку улучшений, который оказался гораздо больше, чем я рассчитывал изначально. Шипы. Свой список я начал, как вы уже поняли, шипов и потратил в сумме на них 4,5 часа. К слову, видя этот шип, вы понимаете, что он был сделан за одну минуту, но я потратил примерно 20 минут на то, чтобы просто придумать, как сделать шип. Простенько, не детализировано, но при этом приятно и достаточно оригинально. Дополнительные граунды. Дополнительные граунды я делал впервые в жизни, ведь год назад я и не знал о такой теме, но сложного в этом я ничего не нашёл. Просто время затратное и не очень сильно влияющее на визуал уровня тема. Во время изначального декора пил я понял, что у меня нет вообще ни малейших идей, как их задекорировать под тематику и при этом в меру детализировано, поэтому я их отложил в наш список улучшений. И вот их время пришло. Тут вдохновение попёрло лучше. И в конечном итоге у меня получилось задекорить пилы с достаточно красивыми источниками освещения, но не очень разнообразно. Дополнительные растения. Обязательный пункт, который ещё сильнее поднимет атмосферу уровня. Тут как бы тоже рассказывать особо нечем. Я нашёл нужные мне растения в интернете и перенеся их в ГД, расставил их по всему уровню. Кстати, после растения я потратил ещё 20 минут на дополнительное доделывание пил. Декор объектов геймплея. Тут у нас уже что-то поинтереснее. Для меня этот пункт был обязательным, потому что я не хотел, как все, уёбище некрасиво ставить просто какую-то крутящуюся штучку в портал или орб и говорить, что это декор. Я хотел что-то оригинальное и качественное. Всё-таки тут я выкладываюсь на максимум, не забывайте. В общем, после полёта фантазии где-то на облачке я нашёл идею, как задекорить всё это дело. Вы сейчас видите очень кропотливую и долгую реализацию всего этого дерьма. Но эти восемь с половиной часов стоили того, потому что я сделал самые красивые порталы, которые я когда-либо видел в этой игре. Блять, восемь с половиной часов. Доработка третьего парта. В дуалах мне не нравились пульсы, которые были сделаны по-другому в отличии от пульсов в остальных частях уровня. И я принялся переделать их под такой же пласт колор-треггеров, как и в остальных частях уровня. Также я достаточно сильно поработал и над другими эффектами дуала. Светлячки Кроме бабочки никакой живности у нас нет, ведь акцент был сделан только на растительность. Поэтому я решил добавить ещё один атрибут сумрочно-магического леса в виде двух светлячков. Кстати, я потратил 20 минут на эксперименты с ними и попытку сделать им идеальный свет. Но спойлер, у меня это почти получилось. После я благополучно убил два часа времени на то, чтобы сделать им правильный полёт по всему парту. Так как их было два, они должны были разнообразно, но при этом красивенько летать и фигурировать между собой. К слову, речь идёт о четвёртом парте, если я ранее этого не сказал. Луна Я не думал, что луна будет нести в себе сильное влияние на уровень, и я ошибался. Нарисовав луну в как можно меньше объектов, но достаточно детализированную, я сделал так, чтобы она просвечивалась между деревьями. К слову, луна была на самом заднем плане в первом и пятом парте. Концовка уровня Изначально я в конце хотел сделать динамичный арт с одиноким деревом на холме на краю моря на фоне звёздного неба. На это меня подтолкнул кадр из игры The Forest. Но на тот момент я не успевал сделать этот арт, так как обещал подписчикам закончить уровень до наступления августа. Поэтому в последние 10 дней встретиться я работал над уровнем по 10-15 часов. Боже, это ужас. Как вы, ГДш разодроты, так живёте в Винтер? Как? Я не понимаю, как можно вообще столько времени в этой игре проводить? Ладно, чё-то мы отошли от темы. В общем, вместо арта уровень просто высветляется, после чего появляется мой логотип с соответствующей анимацией. Баф сложности На данный момент сложность уровня Hard Demon, но мне хотелось сделать Insane Demon, да и не самый лёгкий, из-за чего вы сейчас можете наблюдать баф уровня. Я старался сделать баф сбалансированным в плане сложности, что мне кажется удалось сделать, так как на отсутствие баланса никто не жаловался. Когда во время бафа я доходил до определённых канцерных мест, я специально оставлял парочку таких. Так как благодаря ним геймплей становился интересней и более запоминающимся. Да, я люблю канцер, но в меру. Такие выделяющиеся места не лишний раз напоминают о сложности уровня, но игрокам эти места не понравились и из-за них твайла считают канцерным. Я в принципе не спорю. Забавно то, что некоторые тайминги я не делаю, они сами как-то образовались, но при этом парочку таких я оставил. А ещё о каких-то таких местах я узнал во время верификации уровня и при этом тоже их оставлял. Да, я интересный персонаж. Оптимизация Честно говоря, я думал, что оптимизирую ринг гораздо сильнее, но так как с самого начала его строительства я везде экономил объекты, то оптимизировать у меня его получилось буквально на объектов 100, блядь. LDM Как я уже ранее говорил, я не хотел, чтобы люди играли на отдельных ультра-LDM версиях и имели возможность играть на оригинальном уровне. Поэтому, сделав изначально LDM в 15 тысяч объектов, после выхода уровня игроки говорили, что LDM вообще ни хера не оптимизирует и мне пришлось его усилить до 41 тысячи объектов. Уровень срезает из 70-40 тысяч объектов и при этом остаётся достаточно красивым, ведь я не хотел делать лояут. Доделывание геймплея Этот пункт подразумевает под собой удаление всех скипов, пролётов и так далее. Короче говоря, я просто должен был доделать геймплей и отгородить его от додиков. Пасхалки Про пасхалки я рассказывал гораздо ранее и показывать, как я их доделываю, я не буду. Этот пункт видео здесь просто для того, чтобы дать вам понять, что этот пункт был в списке улучшений. Геймплей тест Тест геймплея подразумевал под собой поиск и фикс всевозможных багов, а также удаление парочки канцельных мест. Но не всех. В этом деле мне помогали Флориш, Стикман, Володя Дэвсблейд и Ярли. Спасибо, пацаны, вы сильно выручили, я вам благодарен. Экот-стрим Тогда всё, но с неприятными моментами и... С неприятными моментами и багами полностью покончено. Так, теперь, Алекс, да мне нужно... Не полностью, надо проверить, остались ли баги... Не надо ничего проверять! После того, как... После того, как мы всё профиксили... Мы всё перепроверяли, мы для этого, блядь, и фиксили! А вдруг? Вот иди, блядь, и проверяй, сука! Мы выявляли баги на протяжении четырёх с половиной часов на 60, 120, 144 и 240 герцовках. Как вам такой подход, а? И скажите отдельное спасибо Флорису за то, что он вынудил меня ослабить ещё пару канцерных мест. Кстати, огромное отдельное спасибо Стикману, потому что он нашёл 32 бага! Респект! После геймплей-теста мне оставалось сделать ещё одну пасхалку. Спасибо за помощь с её реализацией, Алексу. Прошло два месяца. Мы закончили со списком улучшений и со строительством уровням в целом, и давайте же посмотрим долгожданный момент кульминации. Итак... Фух, так, давайте. Итак, если сейчас всё хорошо, то я попрошу всех встать. Блин, монета в портале, ведь воевать. Всё. Всё, они окончили? Да. Твалайт окончен! Давайте похлопаем, блядь. Размеры по Z-Orderу определённой группы. Посмотрите там, мне это будет полезно. Сейчас, после уровня. Вы дебилы, блядь! Охуенно музыка в тему. Так, дебилы, блядь, что в оси происходит? Я не понимаю. Что происходит? Так, всё, показываю Твайлайт. Моё творение закончено. Верификация. Верификация должна была проходить на ежедневных стримах до тех пор, пока я не верифицирую Твайлайт. Я рассчитал, что это произойдёт с третьего по пятый день верификации и не прогадал. Но поставив на первом стриме 73 и 74 процента, я уже начал думать, что я пройду Твайлайт на втором стриме. На втором стриме я поставил два раза 86 процентов и один раз 94. Что с этим местом? Этого не было! Не было этого места! Я тут никакого тайминга не делал! Я не делал тут никакого тайминга! Это программа «Сдохни или умри» Дэн выбрал умереть. Почему я там слился? Я не должен был на последнем дропе вообще сливаться наилегчайший. Что? Куда я, блять, упал? Я бы сейчас вышел, поставил бы дизлайк. Я обычно от такого горения захожу и ставлю уровень дизлайка. Третий день и третий стрим. Я уже сильно устал ежедневно стримить, но я должен был это делать, ведь я пообещал. В этот день я был уверен на 95 процентов, что верифицирует Вайлайт на этом стриме и не ошибся. Что мешает сейчас пройти? Ничего не мешает сейчас пройти! Ничего сейчас не мешает это пройти! Что ж, это была моя маленькая история, которую мы завпечатлили вместе с вами и записали в книжке по истории моего канала. Не волнуйтесь, два месяца упорной работы не пройдут даром, ну а дальше... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...